Доброе утро всем! Гости моего канала, мои подписчики. Я у меня смотрел этот творожок. Вот с этим вот вареньем. На него был обзор. Оно было очень-очень приторно-сладким. И именно вот апельсин вообще не чувствовалось. Ну, девать же куда-то ее надо. Я решила попробовать с творогом. Именно у творога, когда оно так не промешанное. Ну, так вот довольно вкусно. И чуточку, очень-очень, чуточку совсем. Очень-очень слабо ощущается апельсин. Очень слабо. Не знаю, почему она стоит аж целых 150 рублей. Это со скидкой. Не знаю. Здесь нет ничего такого за 150 рублей. Не знаю, я делала варенье апельсиновое. Оно было бесподобным. Здесь вот почему, непонятно. Делается по-другому. Столько сахара. Чересчур много сахара. Но я тоже добавляла сахар. У меня такого не было. И такой у меня завтрак. Так, делаю я пирог. У меня с ягодами пирог. Так, а где моя ложка-то? Тут что ли? Так, вот она ложка. Здесь, видите, он... Блин, она... Она утонула! Фигеть! Как она умудрилась так? У меня здесь ягодки. Здесь очень много сока. Видно, что его здесь довольно много. Так, тут у нас есть даже одна ягодка. Кому попадется, наверное, тот желание загадает. И сюда мы сейчас будем с вами класть крахмал кукурузный. Фигеть! Фигеть! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получилась вот такая вот лепёшка... Такой здесь пузырь получился... Кстати, как печенье она напоминает в какой-то степени... Очень-очень, кстати, вкусная... Вот... Вот она отламывается... Прям обалденно! Не знаю, мне кажется, если её оставить без пакета, то завтра уже будет... Суховатая, мне кажется... Вот что внутри... Я думаю, наверное, можно даже сделать коржи такие... И обмазать каким-нибудь... Сочненьким таким... Или просто кремом... Ну, короче, у меня есть такая идея... Вот так он выглядит... Нормально выглядит... Слава Богу, держится! С крахмала я добавила кукурузного... Наверное, ложки 4-5 чайных... С большой такой горкой... И потом ещё остатки муки... Там, ну, где-то столовая ложка... Может быть, две столовые ложки... Папа... В область... И Диме... В область... На... Диме... Мама... Диме... И маме... Диме... И маме... Диме... И маме... Диме... И маме... И маме... Диме... И маме... Очень вкусно! Он такой нежный... Такой тёпленький... Но немножко суховатый... Угу... Скорее ешь... А то не достанется... Такой вкусный... Можно будет на него, наверное, отдельный рецепт... Потом сделать... Хотя, наверное, надо было... Сразу... Всем привет, мои хорошие, мои друзья... И посмотрите, у нас... Маленький бутончик... Вот он... Один только-только отцвёл... Уже появился новый... Вот буквально засох на неделе... И уже новый растёт... Смотрите... Не зря называют его женское счастье... Какой он красивый... Вот... И здесь у нас появился новый листочек... Вот он... Он ещё так долго стоял... Стоял... Вот... Наконец-то хоть веточка появилась новенькая... У нас есть листочек... Вот... Здесь тоже... Вот он растёт... Актусята наши... Ну, вот этот цветок начал сохнуть почему-то... Не знаю почему... Стало много появляться жёлтых листочков... Вот он... Начинает кончики желтеть... Это ещё и... А вот... Видите... Вот... Жёлтенький... Вот... Вот... Вот тоже... Не знаю... В общем... Поливаю... Вроде стараюсь... А вот, кстати, красиво... Капельки посмотрите, красивые... Как они брустят... Брустят... Капельки... 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 Капельки лежат... С Sunny... Капельки лежат... Сюда... Сюда... Лежат... Мама сад... Капельки лежат у неё... Вот такой, видите, у меня немножечко вбок уходит. Как-то я его, видать, пересаживала, когда упустила момент. Здесь он изначально был и вырос, и уже вот тут. Такой красивый. Но уже размером меньше, чем был до этого. Там у нас декабрист. Смотрите, декабрист. Расти начал у нас, главное, март. А вот тут уже расцвел, представляете? Март, главное, март, конец марта. И у нас расцветает декабрист. Обычно он там в декабре где-то так вот. Тут вот еще одна. Нет, там цветочек просто один-два. Вон там где-то вот третья, четвертая. Вот это вот. Четыре, что ли? Раз, два, три. Четыре штучки всего. Но это еще, наверное, появится. И вдруг декабрист начал цвести. И плюс к этому вот этот цветок переехал сюда. Потому что мне нужно место на шкафе там. А вот этот все уже умер. Желтел-желтел он. И в итоге он. Может быть, его в воду надо попробовать поставить. Может, корешки даст хотя бы. Хотя навряд ли. Вот, потому что у меня на шкафе надо было место, чтобы туда ставить коллекцию конструктора собранного. И вот этот переехал сюда. Короче, еще один будет цвести. Там все потеет у нас на окне. Тут, кстати, да, такая потливость. Тут в комнате жарко. Почти непроветриваемая. И плюс еще тут зимина. Одежда, когда начинает сохнуть, то это становится вдвойне, видимо, жарко. И поэтому тут вот небольшая потливость. Потливость, хотела сказать. Потливость. Вот. Продолжение следует...